Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Школа Рукоотделия и я Вика. Сегодня вяжем такие домашние сапорцы, спицы нам понадобятся 3 мм и 3, остатки ниток 3 цвета, можно 2, можно вот этот совместить. У меня вот такие 3 цвета, голубой, зеленый и такой салатовый. Набираю 40 петель на спице. И вяжу лицевыми петлями, то есть платочной вязкой. Все петли лицевыми, кромочной и изнаночной петлей. Вяжу ровное полотно, платочная вязка. Девчонки, вот теперь смотрите, длину зеленой части я вязала по длине стопы, то есть в моем случае это 24 см. Видите, 24 см. Длина стопы у меня 24 см. Соответствуем длине стопы. Далее, далее переходим на носочную часть. Вот так вот она выглядит. На самом деле у меня здесь голубые нитки, я думаю вам не видно, поэтому вы можете использовать вот эти. Но, смотрите, нам же нужно в зеркальном отображении, поэтому здесь в этом носке я сразу закрыла 20 и перешла на салатовые нитки. Здесь же провяжу 20 петель, то есть ровно половину из моих набранных петель. И потом закрою оставшиеся 20. Лицевыми вяжу первую, снимаю, но считаю и первую. 1, 2, 3, 18, 19 и 20 кромочная, изнаночная. Теперь я вот эту нитку, которая у меня осталась, я ее привяжу вот здесь вот и закрою эти все петли. Не привяжу, а вот так вот сделаю, чтобы не было узла. 19 и вот эта 20, то есть половину из петель, которые я набрала, я сейчас закрыла. Я не помню, я обмерила вам вот это, 18 петель, 18 сантиметров. Теперь вяжу эту половину. Второй ряд изнаночной, светлыми нитками. Третий ряд лицевыми. Четвертый ряд изнаночными. То есть светлая полоска вяжется первый и третий ряды лицевыми, второй и четвертый изнаночными, то есть лицевой гладью. Вторая полоса у нас, у меня голубая, нитью контрастного цвета, скажем так, привязываю эту нить. И вяжу тоже 4 ряда, но немного по-другому. Нам теперь эту лицевую гладь нужно повернуть в другую сторону. Первый и второй ряд вяжем лицевыми, второй тоже лицевыми петлями. Третий ряд изнаночными петлями. Четвертый ряд лицевыми петлями. То есть вторая полоса у нас вяжется таким вот, а состоит из четырех петель, из четырех рядов. Первый, второй и четвертый лицевыми петлями, третий изнаночными петлями. И теперь мы чередуем. Теперь мы снова будем вязать вот эту полоску, далее синюю, вот таким вот образом будем их чередовать. Так, вот смотрите, мои хорошие. Связала я эту вторую часть, первая часть у меня 24 сантиметра. Как и длина моей стопы, если у вас 20 сантиметров, то должно быть, соответственно, 20. Если 26, то, соответственно, должно быть здесь 26. То есть, что девчонки, первым делом своя нога, либо образец ноги, на которую вы вяжете. Вторая часть. Вот видите, у меня она, если взять ее так, не растягивая, она у меня до пальчиков доходит. А если растянуть, то она получается на те же 24 сантиметра. Вот если ориентируетесь, если в стянутом состоянии, то до пальчиков. И тогда все петли закрываете. И осталась сборка. Так, теперь сборка. Нужна мне игла. Мне нужно пришить вот эту вот деталь. Зеленая деталь. Вот так вот это все сделать. Видите? Я совмещаю вот от половинки и пришиваю. Так, вот видите, пришила я. Следующий шаг. Вот мне надо вот эту вот часть, видите, собрать на нитку и стянуть. Я собираю вот все кромочные. Так, видите, та нитка мне не нужна. Вот так вот это выглядит. Теперь я совмещаю в эти части и стягиваю. Делаю здесь узел. И вот эту часть, вот видите, все равно у нас тут маленькая дырочка. Я ее так вот аккуратненько зашиваю. Так, видите. Теперь складываю пополам и сшиваю до конца, не дошивая 2 где-то сантиметра. Вот смотрите, видите, не дошила я сюда до конца. И теперь эти кромочные я тоже соберу на иглу. И стену для того, чтобы это все лучше села на пятки. Вот так вот. И сделаю узел здесь. То же самое я делаю с этой частью. Вот если вы посмотрите на носок, на этот сапожечек, здесь видно, что у меня собрано здесь и здесь. То есть я беру иглу и собираю все кромочные на иглу. Вот так вот. Так, собрала, стягиваю, делаю узел здесь тоже. Эту дырочку зашиваю, если чего-то. Если у вас нет дырочки, все равно пару стежков сделайте, потом, чтобы закрепить просто это место. Так. Теперь кусочек я сошью здесь. Видите, я делаю это буквально немножечко. Видите, на зеленом я сшила салатными нитками, потому что у меня закончились зеленые. Вот один кусочек, и его я использую именно здесь вот. Вот здесь вот кусочек у меня остался, и вот этот вот кусочек. Поэтому вы уж меня простите, один носок у меня сшит зелеными, потому что сейчас будут комментарии по поводу неаккуратности. Вот. Теперь с лицевой стороны я буду сшивать. Вот остаток, потому что, чтобы на отвороте у меня было все красиво. Сейчас в этой стадии можно сделать вот так вот, вот такой вот сапожик, да, не дошивать до конца, и сделать вот так вот. Это уже на ваше усмотрение, как хотите. Я сошью до конца, потому что у меня, вот видите, вот разница. Я вам покажу. Вот. Либо так сделайте, либо так. Это уже как захотите. Смотрите, так тоже довольно симпатично. Так, все, мои хорошие. Готово. Отворачиваем. Здесь можно сделать помпончик, цветочек, что угодно, девчонки. На ваше усмотрение тоже. А на этом все, мои хорошие. Ставим лайк и подписываемся на канал. Подписываемся на инстаграмчик. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова